Сделал такое повторение установки Руслана, где по видео Руслана Колобухов, OpenInternals. Там посмотрел видео, все сделал как на том видео. Мой блок питания тот сгорел, сгорела последняя микросхема АЦ-3842. Я на Алиэкспресс заказал новый, они очень дешевые. Десять штук заказал. У нас 132 ватта и сети потребляет. Там было где-то напряжение 24 вольта и 8 ампер было. Он тогда сгорел, так оставил на несколько минут. Частоту его поднявший был до 204 кГц. Поэтому повыше чистота у него защита стала слабее действовать. Раньше он бы на таком токе начал напряжение проседать. А тут он не протянает, потому что в импульсе ток не достается сильный. Потому что частота выше. Но может по другой причине. В общем, сгорел транзистор, микросхема. Генератор С-3842. И еще вероятно диодный мост. Но не знаю, диодный мост не смотрел. Предохранитель сгорел. Он так засветился. После выключения я проверил, что было горячо. Был горячий транзистор и диоды. Он был весь такой горячий-горячий. Даже вот этот радиатор. До этого вообще нельзя было дотронуться. И диоды таксан очень сильно нагревают. Горячий очень. Тут его на 200 вольт. Я подозреваю, надо на 100 вольт. И с меньшим падением напряжение ставить, чтобы они не так грелись. Ну, тут бы желательно был бы радиатор получше. Но транзистор, по-моему, сильнее грелся. Ну, хотя не знаю. Там дотронуться до бах не было. Можно даже к этому месту. А сердечник был не горячий. Ну, и вот этот резистор был горячий. Вон тут как бы ерунда, который питает микросхему саму. Ну, поэтому он сгорел. Теперь пользуюсь другим блоком питания. От компьютера я так проверил его по КПД так, ну, где-то 95%. Он и не греется так сильно. И даже в пластмассе без никакого охлаждения. Но на самом деле, наверное, там что-то неправильно посчитал. Где-то, может, ошибся. Ну, где-то, может, 90-85% его КПД. Но, вообще-то, вероятно, что есть там его где-то 95%. Потому что он не так сильно греется. Вот, например, теперь 127 Ватт из сети потребляет. Вот, 6 ампер и там где-то 19 Вольт. Ну, 6 на 20, это 120 Ватт. Ну, у него 20 нет, так может, 110 Ватт где-то. Он выдает. И где-то 10 Ватт идет на нагреве. 15 Ватт на нагреве. С самого блока питания. Вот у него как-то сделано. Вот плюс я еще развязал вот через этот дроссель. Потом вот через этот дроссель. Дроссель теплый немножко. А ну как тут он? И это теплый. Ого! Даже ему греется. Это или провод греется, или от частоты греется. Интересно. Вроде бы и тут вот провод теплый в начале. Вот и дно питания теплое. Тут 126 Ватт лампа горит. В общем, качер теперь на 1 МГц я сделаю. Раньше он был на 1,6. Где-то 1,7. Поставил этот горшок. Так как у Руслана стоял горшок. И мне нужно было вот 3 витка. Поэтому поставил горшок. Вот эта обмотка белая. Белая с коричневым проводом. Где-то 28 витков. На первичных где-то 7 по 8 витков. Она идет на питание качера. Вот если я качер отключу, лампа ярче засветит. Это так как энергия уходит на питание качер. Там не так мало уходит. Вообще-то вот если землю я подключу не тут. Но блок питания сразу засвистел как-то. А в других местах практически ничего нет. Но тут она уже пригасает. А вот тут на конце градиантной катушки она немножко ярче начинает гореть. Так как уходит в лампу энергии. А так она вот уходит нигде. А в землю уходит. Тогда вот можно сильные искры пускать между пальцами и антеной. Вот как ярко заземление горит. Это диод. И что-то там трещит блок питания. Тут больше всяких эффектов. В общем я и тут подключал, и тут. И на первый конец, на шестой. Индуктор я не заземлял. Не заземляю. Потому что я на том видео, я там не увидел, чтобы индуктор был заземлен. И я не увидел на том видео, чтобы там пропускалась энергия через катушку. Вот теперь нет этих сильных искр между антенными пальцами. И светодиод не горит в земле. Но зато я ярче лампа горит. Вот этот пробовал и с этим дросселем. Вот и его убрал. В общем как он там говорит. Этот бифиляр, и он как-то воздействует. Я его убрал. Ну я тоже его убрал. Может он тут как-то воздействует. Хотя вроде бы не должен. Вот по этим проводам идет один вот на минус идет. Второй через этот выключатель. Потом через амперметр. Вот на плюс. И на конденсатор. Три электролические, два неполярные. Потом еще вот тут между плюсами и минусами. Еще вот один конденсатор на один микрофарад. Чтоб меньше и помех было. И чтоб круче фронты и меньше потерь было. Ах, горячий. Когда вы в таком режиме работаете, то транзистор и греется. Когда вот на этом трансформаторе работал, то ничего не грелись. Но если включить пуш-пул как бы тоже в резонанс глубоко войти, тогда вроде бы он тоже не так не греется. Эти транзисторы. Потому что как бы вся энергия уходит в резонанс и нет обратной ЭДС. А то теперь достаточно сильно, видимо, обратной ЭДС идет. Когда она бьет по транзисторам и они начинают греться. Частота где-то 16 кГц, у него там 27 кГц. где 74 кГц показывает, это неправильно от наводки. Там он и сам говорит, что неправильно. Ой, качер транзистор не горячий. Вот, у меня тоже тут осциллографа щупы подцеплены на индуктор провод. Так, вот, у меня это еще больше, но он там говорит, пики у него есть, у меня пиков никаких нет. Тут качер слишком сильный получился. А когда на 1,7 МГц, тогда вот такой нет сильный качер. А тут все замазано качером теперь. Тут слишком он сильный, поэтому так все замазано. Даже не разглядеть уже не качер. Просто можно качер отключить, тогда вот можно разглядеть. Вот те пики, о которых он говорил, я их на верхушку настрою. А теперь включу вот качер. Ничего уже их не видно. Я тут удалил щупы из сциллографа, насколько можно от этого качера, от этой антенны. Но все равно тут поступает и ничего не сделает. Ты наводки от качер. Вот посмотрим, что на коллекторе транзистора на стоке транзистора творится. Один за минус, второй за сток. Вот какие выбросы. Он не бьет по транзистору. Он видимо от этого греется, потому что так он от прямых потерь не должен греться. Потому что он там, когда я там своим блоком питания, там его питал я. Там тоже где-то до 5 ампер доводил, и он не грелся. Правда тут больше чем 5 ампер. Тут 6 ампер. Но все равно он так сильно не грелся. А тут как сильно греется. Там они вообще еле теплые были. Потому что там хорошо этих не было импульсов. Вся энергия почти передавалась на вторичные обмотки. Как там трансформаторы обмотки все под низом намотан. А тут вот обмотки тут и тут эти, тут и тут слабая связь магнитная получается. Может еще проницаемость низкого этого феррита. А там все хорошо. Обмотка на обмотке намотанной очень. Тем более там лаковым проводом они вообще очень близко. Нет изоляции там, потому что зазоров никаких. Очень... КПД хороший получается. Поэтому не греются транзисторы. А тут теперь нужно всякие снайберы ставить, чтобы они не грелись. Чтобы они не грелись, то будут греться. Пусть одна хмут. Вот я все вроде бы повторил, как у него. Вот разные качеры катушки пробовал. Все равно ничего не работает. Ну, когда там говорит, лампа прикасает, видишь, она моргает. Как-то качер включает. Конечно, будет моргать. Там же конденсаторы по-всякому нагружаются. Она там в начале сопротивления ее тем более разная. Вот у меня тоже моргает. Вот качер включает. Потому что у него там качер питался. Вот это и обмотит тоже. Там где-то 13, не сколько летков. У него таким красным проводом намотано. Потом надежный мозг. Он как-то и выпищает мир. Так что ничего удивительного, что она там моргает. А я тут без диодного моста прямо на лампу. Потому что думаю, этот диодный мост ничего не решает. И вот так. И вот так... Хорошо. Продолжение следует... 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 Включить лампу. Если лампу другое, поменьше, тогда она будет ярко греть. Намного ярче. По идее качер должен очень сильно увеличить яркость. Потому что нагрузка сильная. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.